Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. Вы смотрите программу события. Мы работаем в прямом эфире специально для вас. Главная тема выпуска. Осторожно, морозы атакуют. Сегодняшняя ночь стала самой холодной в Самарской области за последние полвека. Волк и семер козлят. Бременские музыканты. В литературном музее открылась выставка, посвященная жизни и творчеству братьев Гримм. Сотни всезнаек. Фестиваль интеллектуальных игр Самариум-2016 побил свой же рекорд посещаемости. Мороз бьет рекорды. Сегодняшняя ночь оказалась самой холодной в Самарской области. В двух точках губернии зафиксирован абсолютный минимум температуры воздуха, сообщает в гидрометцентре. В поселке Авангард Алексеевского района температура воздуха опустилась до минус 27 градусов, а в Кенель-Черкассах столбик термометра опустился еще ниже, до минус 28. Это на 2 градуса ниже рекорда, который был зафиксирован 44 года назад. По прогнозам синоптиков, до пятницы в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатических значений на 7 градусов и более. Такая погода не дает расслабляться коммунальщикам и теплоснабжающим организациям. В это время необходимо быть на готове срочно устранить любые возможные аварии на теплосетях, заявил первый вице-мэр Владимир Василенко на совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Кроме этого, замглавы поручил составить график дежурств руководителей на все выходные и новогодние каникулы. То есть работаем с 31-го, подчеркиваю, переходим в режим круглосуточного дежурства до 8-го, включительно 9-го выходим на работу. Предупреждаем здесь снегопад, снег, тепло, вода и все остальное. Это касается нашей с вами работы. Обеспечить празднование новогодних праздникам. В Самарской области числи лидеров по строительству перинатальных центров в стране. Об этом рассказала министр здравоохранения страны Вероника Скворцова на селекторном совещании, которое провел председатель российского правительства Дмитрий Медведев. Видеоконференция была посвящена вопросам охраны здоровья матери и ребенка. От Самарской области в обсуждении приняли участие губернатор Николай Меркушкин и министр областного правительства. По словам Дмитрия Медведева, России удалось достичь целей тысячелетия ООН по снижению материнской и детской смертности. За последние 25 лет этот показатель в стране значительно снизился за счет своевременного оказания высококвалифицированной медицинской помощи. Лечение становится доступнее благодаря госпрограмме по строительству новых перинатальных центров. В Самарской области такой центр был открыт в начале сентября этого года. Продолжается строительство перинатальных центров в рамках программы, предусматривающей 32 новых объектов 30 субъектов Российской Федерации. К настоящему моменту введено в строй и уже активно работают 10 перинатальных центров в республиках Башкортостан и Татарстан, Ставропольском крае, Белгородской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Самарской, Челябинской и Оренбургской областях. Все будет онлайн и прозрачно. Федеральная налоговая служба внедряет электронную кассовую систему в малый и средний бизнес. Все расчеты теперь будут вестись через онлайн-кассы. Их предприниматели будут регистрировать на сайте налоговой службы через специальный раздел в личном кабинете. Там же составляется список всех кассовых аппаратов. Переход на онлайн-кассы уже начался. С сентября в новой системе пробили больше миллиона чеков. Электронные кассы снизят расходы на обслуживание аппаратов, помогут лучше контролировать. Законность делок не допустят в бизнес нелегальных предпринимателей. На перспективе, как просчитывалось, все это окупается и нагрузка снижается на бизнес. При этом инструмент по контролю и самого бизнеса, самого себя и своих точек, ну, касс, скажем так, совершенствуется. И со стороны налоговых органов не будет каких-либо лишних претензий. Новая система будет на руку и потребителям. Чеки можно будет получать в электронном виде, а также проверить на сайте ведомства «Легальность продавца». С февраля следующего года электронные кассы будут регистрировать только по новому регламенту. Окончательный переход произойдет до июля 2018 года. А теперь коротко о других темах дня. Уходя от погони, разбил 8 машин. Сотрудники ГИБДД задержали в Самаре водителя «Кадиллак». Автомобилист ехал по улице энтузиастов и после требований остановиться попытался скрыться. Свернув у дворы, он повредил 8 авто. Когда сотрудники ГИБДД смогли остановить машину, выяснилось, что за рулем находится 37-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему грозит лишение прав. Прокуратура Октябрьского района выявила нарушение в деятельности двух фирм, занимавшихся приготовлением горячего питания в частные детские сады, сообщает областная прокуратура. Так, в одной из фирм совместно хранился разделочный инвентарь для готовой и для сырой продукции. А в производственных помещениях сотрудники прокуратуры не обнаружили умывальников. В ходе проверки деятельности другой фирмы отсутствовали специально оборудованные цеха, а продукция хранилась без указания срока годности. По результатам проверки внесены представления об устранении нарушений закона. Самарские таможенники задержали на границе контрафактную продукцию «Самсунг». Экспертиза подтвердила подделку товарных знаков. Незаконный товар пытались ввести автотранспортом из Казахстана. Документах, подтверждающих право использования известного товарного знака, перевозчик не предоставил. В ходе досмотра обнаружены зарядные устройства, наушники, сетевые адаптеры, аккумуляторы, коробки и чехлы для мобильных телефонов. Товар предназначался для московских торговых центров. Самарская таможня направила запрос в московское представительство «Самсунг Электроникс». Из ответа следовало, что права на использование товарного знака ни отправителю, ни получателю, ни перевозчику компании не предоставлялись. Ведется следствие. Дом 92 по улице Куйбышева в Самаре, где располагается художественный музей, отреставрируют до конца 2017 года. Министерство культуры Самарской области заключит контракт на проведение научного руководства и авторский надзор при производстве ремонта кровли и фасада. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Стоимость контракта составит 469 тысяч рублей. Большинство самарцев устали от своей работы из-за недостаточной зарплаты, уверены социологи. 35% горожан испытывают постоянное ощущение усталости и равнодушия в рабочее время, а еще около 50% скучают на работе время от времени. И только 16% самарцев чувствуют интерес к своим обязанностям. Интересно, что среди медиков и руководителей этот показатель в два раза выше. Причинами потери интереса к работе стали отсутствие перспектив карьерного роста, однообразные задачи и недовольство начальством. Для третьей опрошенных проблемы еще и в плохих отношениях с коллегами. Кроме того, третьи респондентов не были в отпуске больше года. Уникальные вещи по вашей цене Самарский дом молодежи организовал в интернете благотворительный аукцион. Горожане, приобретая редкие товары, помогут собрать деньги на новогодние подарки нуждающимся детям. Первую ставку на онлайн-аукционе сделал Андрей Горгуленко. Книга Александра Маслякова с автографом автора. Плакат, подписанный лучшим хоккейным вратарем мира Владиславом Третьяком. И вещи, сделанные своими руками. Все эти уникальные лоты выставляет на аукцион в интернете Самарский дом молодежи совместно с Российским детским фондом. Вырученные деньги пойдут на помощь нуждающимся детям. Мы хотим привлечь внимание людей к проблемам нуждающихся. Ведь у нас в Самаре, к сожалению, достаточно большое количество семей, где есть маленькие дети, которым просто хочется сделать подарок к Новому году, чтобы у них было праздничное настроение, ну чему мы просто можем поспособствовать. Именно поэтому мы это и делаем. Аукцион закроется 19 декабря в 15 часов. Тогда же и назовут победителей, которые 22 числа положат деньги в специальный сундучок российского детского фонда и станут обладателями уникальных вещей. Стать участником аукцион очень просто. Это можно сделать, даже не выходя из дома в уютной обстановке. Чтобы сделать ставку, нужно вступить ВКонтакте в группу Самарский дом молодежи в разделе товары, выбрать понравившийся вам лот и назначить свою цену. Мне вот приглянулась альбом-фоторамка ручной работы. Ну и я буду первым, кто сделает ставку в этом благотворительном аукционе. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Братья Гримм рассказывали сказки, а в Самаре расскажут о них. В Литературном музее открылась выставка, посвященная жизни и творчеству писателей. Знакомые с детства истории обретают новые смыслы, а авторы сборника открываются с разных сторон. Марина Матвеяшина перечитала сказки «Братьев Гримм». Сказки в картинках. Гензель и Гретель, Красная шапочка, Спящая красавица. Иллюстрации к знаменитым сказкам можно посмотреть в Самарском литературном музее. Это работа европейских, преимущественно немецких художников. Здесь же настольные игры прошлых лет с изображениями любимых персонажей. Знакомые всем с детства сказки стали известными благодаря «Братьям Гримм». Вильгельм и Якоб собирали и обрабатывали волшебные истории. И в результате появился сборник детской и домашней сказки, на котором выросло не одно поколение. На первый взгляд кажется, что это обычная книга. Но на самом деле это первое издание детских и домашних сказок «Братьев Гримм». Напечатан сборник был 200 лет назад. И несмотря на то, что именно эта книга не оригинал, а копия, но здесь, на каждой странице, можно видеть рукописные замечания самих сказочников. «Братьев Гримм», однако, не только собирали сказки, но и были лингвистами. Работали над изучением немецкого языка, литературы и права. Именно этим трудам посвящен второй зал выставки. Такая уникальная вещь, что «Братьев Гримм», они были погодками, но тем не менее, они как-то... Было какое-то, я не знаю, может, одно душа, одно сердце двоих. У них были абсолютно тождественные интересы. Как только они из всей семьи, в семье еще было где-то 4 ребенка помимо них, только у них были одинаковые интересы, вот они вместе как бы решили организовать такое содружество и начать собирать сказки. Новые о сказках и сказочниках узнают все от малышей до взрослых посетителей. Кроме интересной экскурсии, ребята смогут поиграть, сделать поделки и даже собрать домик в немецком стиле. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов, События. «Самариум-2016» побил свой же рекорд посещаемости. Фестиваль интеллектуальных игр собрал в Самаре 72 команды и 450 знатоков. И стал таким образом самым популярным в Поволжье. К соревнованиям в формате «Что, где, когда», «Брейнринг» и «Своя игра» с каждым годом присоединяются новые клубы. Причем игре все возрасты покорны. Со знатоками пообщался Олег Зверев. Гул в зале не смолкает. 72 команды со всей России и страны СНГ борются за звание самой интеллектуальной. Для знатоков такие игры – это одновременная наука и спорт и творчество. «Самариум-2016» с каждым годом все популярнее. Начиная от школьных команд и заканчивая уже очень такими ветеранами, заслуженными командами. Все эти люди объединены тем, что им нравится играть в интеллектуальные игры, отвечать на сложные вопросы. Фестиваль «Самариум» уже 18 лет как известный бренд. Это самый солидный возраст среди подобных движений в городах страны. Многие знатоки уже успели побывать в других клубах и вернулись назад с чемпионскими титулами. При этом они успели и себя показать, и многому научиться. Очень много в работе требуется работы в команде, требуется от человека понимать, что происходит. И здесь, сидя за столом с близкими людьми, ты можешь за минуту понять, что ты делаешь. Ты генерируешь версии или ты регулируешь общее обсуждение, ты лидер в команде. Фестиваль проводит Самарская лига знатоков при поддержке городской администрации. Каждый раунд – это как проверка боем, в котором еще неизвестно, что важнее – образование, эрудиция или креативность. Бывалые знатоки утверждают, что проиграть можно даже в двух шагах от победы, а последние чаще всего становятся первыми. Не стоит никогда сдаваться и опускать руки, даже если вам кажется, что вы очень плохо играете. Может быть, остальные играют еще хуже. Можете думать, что вы чемпион планеты и при этом занимать последнее место, а можете думать, что все плохо и быть чемпионом. И по традиции победители поедут на чемпионат России. По итогам Самариум-2016 – это команда «София» из Саранска. И самарская студенческая команда с креативным названием «Слон потрогает тебя». Олег Зверев, Максим Гусев, События. Вот какие интересные материалы сейчас готовят к эфиру журналисты нашего телеканала. Начальник полиции от Радного пришел в себя, а его супругу сегодня похоронили. Новые подробности шокирующего преступления. Кумовство не пройдет. Мэр Самары призвал руководителей подбирать кадры не из числа родственников. Памятник Петру Алабину и деревянная крепость. Над архитектурным обликом Самары работают лучшие дизайнеры России. Это все новости на этот час. Хотите получать свежий номер Самарской газеты раньше всех и к тому же бесплатно? Легко скачивайте приложение для iOS и Android и читайте Самарскую газету там, где это удобно вам. Жизнь города всегда в вашем мобильном. Всем удачи, увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok